Скорость распространения омикрона пугает. Каждый день свыше 4000 заболевших. И надежность маски еще более подвергает сомнению. А вы переболели коронавирусом? Сейчас болею. Вы при этом говорите, что маска помогает не заболеть? Вы знаете, что новый штамм омикрон, он через глаза идет. Поэтому в этом случае маска может не помочь. Но тем не менее, ее носить нужно в местах общего пользования. Так где и в чем искать защиту? Два года барнаульцы вырабатывают свои рецепты здоровья. Маски и руки помогают. Перчаток у меня нет. Маска есть. Она помогает вам не заболеть? Ну как? Двое умерли. Моих знакомых. Я пока живой. Все равно проходит вирус. Никакой защиты. Все равно нет смысла. Надо ходить в респираторах. На респираторах настаивают и эпидемиологи края. Говорят, это микрона они спасают в разы лучше. Микрон-то как раз. Это инфекция верхних дыхательных путей. Правильнее носить респираторы. Они у нас используются от 4 до 6 часов. Это не требует такой частой смены. А вот к СИЗам требования спали. Прошлым летом Роспотребнадзор разрешил медикам в красных зонах не носить противочумные костюмы, которые серьезно осложняли врачам работу. Ведомство рекомендовало работать в удлиненном медхалате или защитном костюме. Медицинским работникам надевается обычная спецодежда пижамы. И сверху надевается комбинезон. То есть нету вот этого многослойного, многоярусного надевания спецодежды. Но у нас есть в воспиталях еще и чистая зона. И вот в чистой зоне можно ходить не в комбинезоне, а можно ходить и в хирургическом халате. И можно носить респираторы. И уже не одевать всю ту полную амуницию, в том числе для защиты глаз, которая сегодня есть. Тем не менее, медики советуют не забывать о мерах защиты и использовать их в совокупности. Маска в том же автобусе может и не помочь, если не обработать руки.